Жила-была старая коза Было у нее семеро козля Она их так любила, как может любить своих детей только мать Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого ворота Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по черным лапам Козлятки все поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны Старая коза спокойно отправилась в путь Прошло немного времени, вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом Чтобы козлята немедленно открыли Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк Они ответили, что это не матушкин голос У нее голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым, а значит это волк Пошел тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела Съел его и стал у него голос тонкий Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли Положил волк лапу на окошко и ждет А козлятки увидели ее и ответили, что у матушки лапы не черные, а белые, а значит это волк Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста Помазал волк свою лапу тестом, подошел злодей в третий раз к двери, положил свою белую лапу на окошко и постучался Увидели козлята, что лапа белая и подумали, что это была их матушка Отворили дверь, но перед ними стоял волк Испугались они и начали разбегаться кто куда Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, третий на печку, четвертый в кухню, пятый в шкаф, шестой под умывальник, а седьмой спрятался в напольные часы Но всех их нашел волк, разил пасть и проглотил одного за другим Одного только он не нашел, младшего, что спрятался в часах Наевшись досыта, волк ушел, растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул Пришла вскоре старая коза из лесу домой Ах, что ж она там увидела? Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамье прокинуты, умывальник разбит, подушки и одеяло с постели сброшены Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла Звала их по имени, но никто не отзывался Подошла она к часам и раздался в ответ тоненький голосок младшего козленка Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходит волк и всех съел Как плакала коза за своими бедными деточками Наконец вышла она из дома, а младший козленочек побежал за ней следом Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шагается и барахтается Она догадалась, что это были ее деточки И очень обрадовалась, что они были еще живы Сказала она козленку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и метки Затем ножницами коза надрезала волку брюхо и оттуда высунул в свою голову один козленочек А затем и другие выскочили, все шестеро, и ничего с ними плохого не случилось Вот уж радость-то была Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он еще спит Они натащили камней и засунули их волку в брюхо Зашила старая коза ему брюхо, а тут ничего не заметила, даже ни разу не пошевелится Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды с колодца Еле-еле подошел он к колодцу, наклонился к воде и тяжелые камни потянули его на дно колодца Видели это семер козлят и стали на радостях плясать вместе со своей матушкой Вот так они проучили злого волка Жила-была маленькая славная девочка Всем она была мила, кто только видел ее Но всех милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, что бы подарить своей любимой внученьке Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата А так как ей эта шапочка была очень к лицу и ничего другого носить она не хотела То и стали ее называть красной шапочкой Вот однажды ее мать попросила отнести кусок пирога и бутылку вина к бабушке Мол, она и больна, и слаба, это ей будет на пользу Приказала мать в сторону от дороги не забегать, не то упадет и бутылку разобьет И бабушке тогда ничего не достанется А когда к бабушке придет, чтобы не забыла с ней поздороваться Послушалась красная шапочка, взяла гостинце и пошла в путь А бабушка жила аж за лесом, на полчаса ходьбы от деревни И чуть только красная шапочка вступила в лес, как повстречался ей Волк Девочка, однако же, не знала, что это был залютый зверь И ничуть его не испугалась Она вежливо поздоровалась Волк тоже вел себя очень прилично Поэтому красная шапочка все и рассказала волку Что несет она гостинце своей любимой бабушке И пока она рассказывала, как пройти к дому бабушке Волк про себя подумал, как бы ему съесть не только старушку Но и миленькую девочку И тут волк придумал показать красной шапочке огромную поляну с прекрасными цветами Красная шапочка, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала, что было бы неплохо принести бабушке свежий пучок цветов Ведь это бы ее тоже порадовало Да и сбежала с дороги в сторону и стала собирать цветы Чуть сорвет один цветочек, как уже ее другой манит, еще лучше, и она затем побежит И так все дальше да дальше уходила вглубь леса А волк прибежал прямехонько к бабушкиному дому и постучался в дверь Бабушка спросила, кто там А волк ответил тоненьким голоском Что эта красная шапочка принесла пирожка и венца Старушка поверила и велела надавить на щеколду и входить Волк надавил на щеколду Дверь распахнулась И он забежал к бабушке в избу Кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее Затем он надел бабушкино платье и на голову ее чепчик Улегся в постель и стал ждать Красная шапочка между тем бегала и бегала за цветами И когда их набрала столько, сколько могла нести Тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому Она очень удивилась тому, что дверь была настишотворена И когда вошла в комнату, окликнула бабушку Ответа не было Подошла внученька к кровати и видит Лежит бабушка И чепчик на самый нос надвинула И такую странную кажется Красная шапочка с недоумением спросила Для чего бабушке такие большие уши А волк ответил бабушкиным голосом Чтобы лучше слышать Затем красная шапочка спросила Зачем бабушке такие большие глаза Чтобы лучше тебя рассмотреть Ответил волк А руки такие большие Чтобы легче обхватить И когда красная шапочка увидела пасть волка И только спросила, почему у бабушки такой противный большой рот Как волк накинулся на нее Сокричав Чтобы я тебя могла съесть И как выскочил из-под одеяла И проглотил бедную девочку Насытившись таким образом Волк опять улегся в кровать Заснул Да и стал храпеть, что есть мочи Проходил в это время мимо бабушкиного дома охотник Услышал храпу, подумал Не приключилось ли чего-нибудь со старушкой Что она так храпит Вошел он в дом Подошел к кровати и видел Что там волк спит А он уже давненько на этого злодея охотится Хотел было убить его из ружья Да пришло ему в голову Что волк, может быть, бабушку проглотил И что ее еще спасти можно Потому и не выстрелил А открыл широко волчью пасть И увидел, как там мелькнула красная шапочка Выпрыгнула из пасти девочка И сказала, что там еще ее бабушка Открыл охотник еще шире волчью пасть И за красную шапочку Кое-как выбралась и бабушка-старушка Обрадовались они Стали обниматься и благодарить охотника Решили они проучить хитрого волка Натаскали поскорее больших камней Напихали их волку в пасть и брюхо И вынесли его во двор И когда волк проснулся Увидел охотника и хотел было улизнуть Но не вынес тягости камней И упал на землю Это порадовало всех троих А волк тем временем поднялся И еле-еле поволок свое тяжеленное брюхо В темный лес Больше его и не видели Вот так они проучили хитрого волка А красная шапочка решила Что никогда больше Не ослушается матушкиного приказания